МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Он не ушел, а вернулся. Резван Газимагомедов снова в правительстве. А у Махачкалы очередной исполняющий обязанности градоначальника. Под надежной защитой огневорцев. Новое пожарное депо открыли в селе Крайновка. В нашей финале двое воспитанников дагестанской школы бокса проведут поединки за золотые медали чемпионата мира в Ташкенте. Резван Газимагомедов попрощался с коллективом столичной администрации. Чиновник вернулся в правительство на прежнее место работы. У Махачкалы теперь очередной исполняющий обязанности градоначальника. С чем связаны такие частые кадровые перестановки и чего ждать в перспективе горожанам? На эти вопросы попыталась найти ответы по темат Ханапова. Есть слово. Махачкала снова без мэра, но с очередным исполняющим обязанностей. Резван Газимагомедов задержался на временном посту всего полгода. Срок для реализации всего комплекса задач, которые ставили перед градоначальником власти республики, прямо скажем, небольшой. Не успел раскачаться, как попросили на выход или, как говорят в таких случаях, по собственному желанию. Я могу сказать, что Резван Газимович, как профессионал, он состоявшийся человек, конечно. В этом плане к нему претензий вроде бы и не было, и не могло быть. Вроде бы у него тоже неплохо получалось. Поэтому остается причина только какие-то скрытые политические договоренности или, значит, какие-то, вот я связываю, значит, некоторые вопросы, связанные с кадровой политикой. Вполне возможно, что предварительная договоренность, если судить по тому, что вакансия вице-премьера правительства Дагестана оставалась свободной после его перехода на работу на место в Рио главы города Махачкалы. Косвенным подтверждением того, что определенные договоренности все же были, является возвращение Резвана Газимагомедова на работу в правительство, причем в прежнем качестве вице-премьера. На прощальном совещании в администрации уже бывший градоначальник признается, управлять Махачкалой оказалось делом сложным. Я во многих местах работал и думал, что я много узнал, многое знаю. Я почти уверен был, что город так хорошо знаю. Но только когда уже окунулся вместе с вами, понял, что город у нас очень сложный, очень тяжелый, но в то же время другого у нас города нет. Нам надо все вместе работать, работать, наводить беспорядок. И за эти пять месяцев у нас что-то получилось. Самое главное, я так думаю, мы в принципе правильное направление работы с вами выработали, как надо работать, единая команда. Временно исполнять обязанности градоначальника столицы будет первый заместитель Нариман Тимуркаев. По неподтвержденной информации, не исключено появление в мэрии еще одного заместителя с перспективой выдвижения в градоначальнике. Во всяком случае, многие источники называют фамилию Юсупа Умавова. Впрочем, это пока лишь предположение. Это все выглядит несколько неожиданно, и поэтому трудно сейчас судить. Но по выдвигаемым кандидатурам, сейчас информации, к сожалению, точно нигде ни от кого нет. В общем, только разные слухи ходят об этих двух людях. Поэтому надо подождать, наверное, и когда ситуация прояснится, или, может быть, какие-то публичные комментарии последуют или со стороны официальных лиц, или со стороны самих участников этого процесса, тогда будет более понятно, что произошло или что будет происходить. Как бы там ни было, впереди у Махачкалы неспокойное в политическом смысле этого слова будущее. И главная роль в этой партии отведена депутатам горсобрания, которые должны проголосовать за будущего мэра дагестанской столицы. Конкурс на отбор главы городского округа уже был объявлен 25 апреля. 15 мая – последний день подачи документов. Пока информации о зарегистрированных кандидатах в открытом доступе нет. Патимат Ханапова, Мурат Гибарзов, Новости ННТ, Махачкала. Более 27,5 миллионов рублей федеральной поддержки получат дагестанские производители зерна. Об этом сообщает Минстельхозреспублики. Эти средства пойдут на компенсацию 50% затрат аграриев, которые занимаются выращиванием пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Всего власти России выделили на эти цели более 10 миллиардов рублей, которые будут направлены в 65 регионов. В Кабмине подчеркнули, что принятые меры будут способствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынке в целом. 11 населенных пунктов под надежной защитой от огня. Новое пожарное депо открыли в селе Крайновка Кизлярского района. На постменное дежурство на объекте заступили 5 добровольцев. Теперь более 4 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов могут спать спокойно. Мы надеемся, что тот личный состав, который будет организовывать дежурство в данном посту, свои навыки и умения будет применять только в практических действиях и тренировках. Самое главное, что это обеспечение пожарной безопасности. Второй этап конкурса на знание ислама среди школьников прошел накануне в Каспийске. Тесты для учащихся старших классов проходили по книге «Основа религии». Для этого представители духовенства еще с первого этапа раздали около 3 тысяч книг для всех желающих принять участие. Из 2,5 тысяч участников финальную часть прошли только 270 учеников, где их ожидало 20 вопросов. Мне было достаточно интересно узнать религию, там, где я проживаю, и поэтому я решила поучаствовать в этом конкурсе. Ну, самое интересное было читать про Судный день, про его признаки и смысл религии. Привлечение подрастающего поколения к изучению основ религии – именно это является основной целью проводимого конкурса. Победители-призеры конкурса получат денежные премии. Вот вы богатство наше, вы молодцы. Почему? Потому что в таком возрасте, участвовать в таких конкурсах, это не у всех получается, уважаемые братья и сестры. И вы получаете знания, хорошее, полезное знание. Пророк, саллиллаху алейкум, в своем хадитее говорит, Есть границы между языками, но нет границ между сердцами. В Доме поэзии прошла теплая и увлекательная встреча современных поэтов из Северного Кавказа. Цель мероприятия – межрегиональное взаимодействие, обмен опытом и популяризация современных имен в литературной жизни Северного Кавказа. Наряду с поэтическими произведениями были представлены музыкальные композиции, среди которых были как широко известные песни, так и авторские. Как отмечают организаторы вечера, литература имеет огромное значение в современном мире. Поэзия доказывает, что вне зависимости от национальности, все люди на земле близки друг к другу духовно. Спасибо. И к новостям спорта. Боец ММА Икрам Алискера вернулся домой после успешного дебюта на UFC 288 в Нью-Джерси. В аэропорту Махачкалы спортсмены организовали торжественную встречу. Радость победы с Алискеровым разделили его друзья, родные и близкие. Напомним, что на турнире в США дагестанский боец в первом раунде нокаутировал американца Фила Хоуза. Эта победа стала для выходца из селения Касумкент Сулеймонстальского района 14-й в карьере. Яркому дебюту в UFC, рассказал Алискероп, предшествовала тяжелая подготовка. За прямой притык перед Рамаданом дали бой, поэтому приходилось с утром держать пост, по ночам тренироваться, готовиться. Буквально за 2-3 недели до боя полетел в Штаты, уже на заключительный этап подготовки там провел. Весь огонка, ну и подрался, приехал. Дальнейшие планы будем ждать менеджеров, что они предложат, что они скажут. Скорее всего, ориентировочно, я думаю, август, сентябрь или даже, может, даже июль поставят они мне следующий бой. С большой победой в Дагестан вернулся и шахматист Таймас Темирбеков. 12-летний спортсмен привез на родину из Москвы сразу две медали в первенство России. Золото он выиграл в дисциплине «Рапид» – серебро в разделе «Блиц». Встретить и поздравить юное дарование приехали представители Минспорта и Федерации шахмат-республики. Мне кажется, что сложнее было забывать медаль в «Блице», потому что «Блиц» – это быстрая игра, а дети, скорее всего, будут любить быструю игру. И конкуренция была еще сильнее, каждый хотел выиграть, попасть в призы. Высокий результат, показанный воспитанником школы шахмат имени Анатолия Карпова, специалисты считают историческим. Теперь Таймасу предстоит выступление на первенстве мира, которое пройдет с 5 по 12 июня в Батуми. Я уверен, что у Таймаса впереди еще большие достижения. За три года сделано много, за три последних года завоеваны 10 медалей европейских первенств, первенств России – это 4 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые медали. Это огромный успех, это прорыв в шахматном движении. Поэтому я уверен, что у Таймаса и у его таких же талантливых ребятишек в Дагестане большое будущее. Спасибо. Двое дагестанских боксеров вышли в финал чемпионата мира. Соревнования проходят в Ташкенте. В полуфинале муслим Гаджи Магомедов превзошел хозяина ринга Лазизбега Мулаженова, а Шарабудинатаев был сильнее мексиканца Рахелио Ромеро. Поединки за золотые медали пройдут в воскресенье 14 мая. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Приятных вам выходных, хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова